Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия S-400. Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия S-400. Час 11.00 РИА Новости. Алексей Мальгавка, комплекс ПВО С-400. АРХИВНАЯ ФОТО. РИА Новости. Алексей Мальгавка, комплекс ПВО С-400. АРХИВНАЯ ФОТО. Вашингтон. 30 мария новости. Американские истребители пятого поколения F-35 разместят в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400, заявил в четверг турецкий посол в США Сердар Килыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. По его словам, С-400 и F-35 будут находиться в двух конкретных районах страны. Турецкий дипломат обратил внимание на то, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, однако это не вызывает вопросов у США. Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы, отметил Килыч. 28 мая, 20.45. В Турции прокомментировали сообщение об ультиматуме США по С-400. Он также заверил, что на ЗРК будут работать только турецкие военные. В среду президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов. F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35. 18 сентября 2015 года. 13.30. Характеристики С-400 «Триумф» что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» в инфографике МИА «Россия» сегодня. Продолжение следует...